Дело было в горах Киргизии. Альпинисты разбили лагерь близ небольшого горного озера. Около полуночи всем захотелось спать, как вдруг со стороны озера послышался шум, то ли плач, то ли смех. Друзья, их было пятеро, решили проверить в чем дело. У берега они ничего не нашли, но увидели странный туман, в котором светились белые огни. Ребята пошли к огонькам, сделали всего пару шагов в сторону озера. И тут один, который шел последним, заметил, что он стоит по колено в ледяной воде. Он дернул ближайших к нему двоих, они пришли в себя и выбрались из тумана. А вот двое, что шли впереди, исчезли в тумане и воде. Найти их на морозе, в темноте было невозможно. Ранним утром выжившие поторопились за спасателями. Те никого не нашли, а к вечеру умерли и те двое, что только окунулись в туман. Лет пять назад, глубокой ночью, раздались четыре коротких звонка в мою дверь. Я проснулся, разозлился и не стал открывать. Я никого не ждал. На вторую ночь кто-то снова позвонил четыре раза. Я выглянул в глазок, но за дверью никого не было. Днем я рассказывал эту историю другу, и пошутил, что, наверное, смерть ошиблась дверью. На третий вечер ко мне зашел знакомый и засиделся допоздна. В дверь снова позвонили, но я сделал вид, что ничего не заметил, чтобы проверить у меня галлюцинация. Но он все прекрасно услышал и после моей истории воскликнул. Ну-ка разберемся с этими шутниками. И выбежал во двор. В ту ночь я видел его последний раз. Нет, он не исчез. Но по дороге домой его избила пьяная компания, и он скончался в больнице. Звонки прекратились. Я вспомнил об этой истории, потому что вчера ночью услышал три коротких звонка в дверь. Один человек заблудился в лесу. Он долго блуждал, и в конце концов, в сумерках натолкнулся на хижину. Внутри никого не было, и он решил лечь спать. Но он долго не мог заснуть, потому что на стенах висели портреты каких-то людей, и ему казалось, что они зловяще смотрят на него. В конце концов, он заснул от усталости. Утром его разбудил яркий солнечный свет. На стенах не было никаких картин. Это были окна.